Всем привет, друзья и гости канала! Я Наталья Успенская и я очень рада приветствовать вас в своем зеленом цветочном уголочке. Вот так у меня весело и зелено круглый год, но сегодня мы будем говорить не о цветочках, а о смежной теме, об уходе за растениями, которые живут в наших домах. И вот у меня случилось открытие, которое я не планировала делать, которое получилось произвольно по стечению обстоятельств, и я хочу поделиться с вами. Перед вами три бутылочки. Я стала использовать с некоторого времени фитоспорин в виде пасты. Это такой пакетик, в котором внутри находится густая такая смесь, а внутри полезные почвенные микроорганизмы Bacillus subtilis, а также удобрения Gumi для растений. Это органическое удобрение. Раньше я приобретала этот препарат в виде белого порошка, размешивала и всегда это все выглядело одинаково и размешивалось одинаково. Но вот в последнее время я решила попробовать пасту, сравнить одинаково ли эффективны препараты, хоть производители заявляют, что это одно и то же, но тем не менее выглядит совершенно по-разному. И мне стало любопытно. И препарат через некоторое время давал осадок. Вот так вот. Ну, осадок и осадок, мало ли что. И тут я обратила внимание на корни своих орхидей. Вот эта красавица Sogo Lawrence стоит тут не просто так, она у нас участник этого опыта. Смотрите, какие орхидеи, такие у орхидеи корни. Растение со мной уже больше года и я уже могу делать какие-то выводы о том, как содержу, как реагирует на мой уход это растение. Так, вот это нам бирочка будет мешать. Смотрите, корни выглядят не очень. Они сохнут прям от шеи, причем дальше корень может идти вполне здоровым и нормальным. Они покрываются вот таким древеснелым налетом. Какие-то вообще испортились до состояния тяжей. И я стала изучать этот вопрос. Да, это все между собой связано. Это не просто так я поставила. Я стала изучать вопрос, что же могло послужить причиной такого пропадания корней. Они сами хорошие. Вот так вот. Если посмотреть на растение в целом, очень хорошие толстые зеленые корни. Вот они, красавчики. Но около шейки вот такая наблюдается мне очень приятная картина. Я уже не знала на что думать. Я применяла Максим. Видите, вот там можете красный препарат. Я применяла фитоспорин. Активно применяю. И вот такой вот у меня фитоспорин. И тут я на одном хорошем канале, даже не на одном, услышала, что воду для орхидеи необходимо фильтровать или хотя бы кипятить. И тогда у вас не будет вот этих солевых ожогов и поражений на корнях. Ну что ж, подумала я. А попробую. И тогда я развела фитоспорин в кипяченой плюс фильтрованной воде. Ту, которую я использую для питья. Вот. Смотрите, какая разница. Это не могло не привлечь мое внимание. Здесь препарат как был, так и остается равномерно распределенным по воде. Вода непрозрачна. То есть как развела я, так все и осталось. Здесь же препарат, я уже сомневаюсь, что имеет какое-то действие, потому что он вступил в реакцию с водой и выпал в осадок. Вот это все теперь плавает лохмотьями. И, в общем, что-то мне подсказывает, что так не должно быть, потому что может быть вот так. Я не остановилась на своем эксперименте и изучении. А что если воду просто прокипятить, не пропускать через фильтр бытовой, а просто прокипятить? Что же все-таки в воде могло послужить вот такой вот реакции выпадению осадка? И вот третья бутылочка просто прокипяченная вода. И, как видите, тоже цвет равномерный. Ничего не выпало в осадок, не расслоилось. В общем, результат точно такой же, как и с водой. Кипяченый плюс фильтрованный. И просто кипяченый тоже дает хороший результат. Совершенно очевидно, что вода из-под крана не подходит для полива. Я делаю такой вывод. Либо у нас вода очень плохая подается, либо она просто не подходит. Я вижу, что вода кипяченая, а еще лучше, кипяченый фильтрованный лучше и более подходящая для растений. Друзья, поделитесь своим опытом. Как вы готовите воду для полива? Потому что, понимаете, кипятить и фильтровать это, ну, достаточно трудоемко. Но по всему выходит, что это необходимо. Вы видите, какое безобразие? Вот я этого не знала, пока использовала фитоспорин в порошке. Ну, порошок и порошок. Водичка становилась чуть-чуть мутноватая, и это было одинаково. Кстати, какое-то время я использовала только кипяченую воду для всех своих растений. Но в какой-то момент мне это надоело. Это все трудоемко, это много надо накипятить, разлить по бутылкам. Это тоже время, это колхота, это дополнительные трудозатраты. И как бы минимизируя время, которое я трачу на растения, я, ну, расслабилась и перестала воду кипятить. И вот смотрите, что-то с этой водой не так. Во-первых, стали портиться корни орхидеи. Я тоже раньше такого не замечала. Во-вторых, выпадают в осадок препараты. Ну, вот что вы будете делать? Что, друзья, делать? Кипятить или не кипятить? Вот в чем вопрос. Но фильтровать через бытовой фильтр это совсем уже заморачиваться. Если бы у меня был какой-то промышленный фильтр, фильтра обратного осмоса есть у некоторых, это, конечно, проще уже. Но для меня, например, переливать кипяченую воду в бытовой фильтр, в кувшинчик и вот так вот нафильтровать несколько литров, это будет сущая пытка. Хотя бы кипятить, но это тоже очень трудоемко. Ну, как трудоемко? Вот, например, моя коллекция. Да, вот так вот. Вот-вот-вот-вот коллекция. В общей сложности около, наверное, 150-200 растений. Я затрудняюсь посчитать, потому что это количество постоянно меняется. черенки, размножения, приобретения. В общем, посчитать я не считала. Давно уже не считала. И вот эта коллекция у меня выпивает за один полив около 6 литров. Максимум 6 литров. Это максимум. И это я вам хочу сказать совсем немного. Потому что в своем преимуществе я использую закрытую систему посадок без дырочек. Как у орхидей, как у филодендронов. Вот этот горшочек не имеет тарелочки, потому что у него нету дырочек. И также у меня растут кротоны. Кротоны вообще известны своей водохлебностью. В общем, все практически растения я сажаю без дырочек. Если где-то есть в горшке дырочки, значит этот горшок мне достался таким. Сама я умышленно не ищу и не делаю эти отверстия. Поэтому для полива мне требуется минимум воды. Лишь добавить влажность внутрь объема. А для этого требуется совсем немного. Вода горшок не покидает. Максимум она просачивается в дренаж. Дренажный слой у меня уголек, напомню. И затем оттуда она испаряется обратно в грунт, в землю, когда земляной ком просыхает. Поэтому у меня вот такой расход. Максимум 6 литров. Кто-то называл огромные цифры во время полива. И я, конечно, была удивлена. Может быть, растения замачиваются, может быть, оставляется вода в тарелочках. Вот у меня без тарелочек, без замачивания все в закрытых системах. И максимум уходит 6 литров. В принципе, накипятить 6 литров можно. В принципе, посильно. Что, друзья, скажете о моем опыте, о моих наблюдениях? Готовите ли вы воду для полива каким-то особенным образом? Может быть, добавляете какие-то специальные препараты, улучшающие состав? Или, может быть, наливаете в емкости, отстаиваете? Вот это вот явно вода из-под крана. Она хоть и отстойная, но она все-таки хлорированная. Да, она стояла несколько дней. Вряд ли хлор испарился в закрытой емкости. И я так понимаю, что культура бациллус субтилус просто погибла. Вступило все это в реакцию и нейтрализовалось. Увы и ах. Я считаю, что вот такой препарат с выпадением осадка является уже бесполезным. То, что вот эти бутылочки разных цветов, это не обращайте внимания, потому что дозировка осуществляется капельками и где-то могло быть больше добавлено капли, а где-то меньше. Поэтому здесь может быть неточность. Но и кипяченые, фильтрованные, и просто кипяченые дали одинаковую реакцию. Препарат живет. Культура бациллус субтилус целая и невредима. Никаких осадков, никакого расслоения веществ. Друзья, вот такой вот опыт. Делитесь своим мнением в комментариях. Делитесь своим опытом и наблюдениями, как реагируют ваши растения на воду из-под крана, а особенно у кого есть орхидеи. Потому что по остальным растениям не так заметно. Но чуть медленнее они растут, чуть быстрее. В принципе, они достаточно живучие и неприхотливые. Но нельзя того же сказать про орхидеи. Орхидейки существа достаточно нежные. И реакция на корнях очень заметна и очень такая яркоговорящая. А на сегодня у меня все. Переходите в комментарии и давайте общаться. Субтитры создавал DimaTorzok